Разглядывая ночное небо, полное звезд, каждый из нас рано или поздно задается вопросом, сможем ли мы когда-нибудь достичь далекие галактики и другие звездные системы? Невольно задумываешься о том, сколько времени понадобится космическому кораблю, чтобы добраться до планет, находящихся на расстоянии многих миллиардов километров. Какое направление выбрать? Ближайшую к нам систему Альфа Центавра или сразу отправиться к созвездию Большого Пса. Вне зависимости от пункта назначения, космическому аппарату предстоит преодолеть огромное расстояние, масштабы которого очень сложно передать. Сегодня мы выясним, сколько нужно времени, чтобы добраться до других звездных систем. Первые путешественники – вояджеры и пионеры. Многие люди, интересующиеся космосом, знакомы с историей исследовательских аппаратов Вояджер-1 и Вояджер-2. В конце 70-х годов эти зонды отправились изучать нашу Солнечную систему, особое внимание уделив Юпитеру и Сатурну. Космические аппараты не только успешно справились с основной задачей, но и приступили к выполнению новой миссии, которая оказалась не менее важной. Ученые отправили Вояджеры изучать отдаленные регионы Солнечные системы, в результате чего высокоавтономные роботы стали самыми удаленными от Земли объектами, созданными человеком. Конечно, некоторые зрители могут вспомнить об аппаратах Пионер-10 и Пионер-11, которые отправились покорять глубокий космос еще до упомянутых посланников. Однако эти зонды давно не подают признаков жизни. К тому же Вояджеры имеют большую скорость и обогнали своих коллег на рубеже 2000-х годов. На данный момент Вояджер-1 находится на расстоянии в 21 миллиард километров от Земли, направляясь в сторону созвездия Змееносца. Скорость космического зонда составляет 17 километров в секунду, что делает его самым быстрым аппаратом, покидающим Солнечную систему. Нас этот красавец интересует, потому что именно первый Вояджер имеет все шансы добраться до других звезд в галактике Млечного пути. По предварительным расчетам, примерно через 40 тысяч лет он пролетит на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе 445, которая находится в созвездии Жирафа. По космическим меркам это относительно небольшое расстояние в 15 триллионов километров. К этому моменту Вояджер удалится от Солнечной системы на один световой год. То есть даже через четыре десятка тысяч лет зонд НАСА будет ближе к родным просторам, чем к ближайшей звезде на своем пути. Где-то через 285 тысяч лет аппарат сумеет приблизиться к Сириусу, который расположен в созвездии Большого Пса и находится на расстоянии 8,6 световых лет от нас. К слову, этот белый карлик считается одной из ближайших к Земле звезд. Не менее интересная судьба ждет и второй Вояджер. Прямо сейчас аппарат несется навстречу космическим приключениям со скоростью 15,4 километра в секунду относительно Солнца. Где-то через 300 лет посланник человечества достигнет внутреннего края облака Уорта. Внешняя часть этой гипотетической области считается приблизительной границей Солнечной системы. Чтобы пройти сквозь облако Уорта, зонду понадобится порядка 30 тысяч лет, после чего он направится в сторону звездной системы Андромеда. Вояджер 2 приблизится к одной из ее звезд РОС-248 на расстояние в 1,7 светового года через 40 тысяч лет. Примерно через 300 тысяч лет аппарат достигнет максимального приближения к Сириусу, разойдясь с ним на расстояние в 4,3 светового года. Что касается упомянутых ранее пионеров, то несмотря на тот факт, что связь с ними была давно утрачена, они также продолжают свое путешествие в безмолвном космосе. Последний радиосигнал от зонда Пионер-11 был получен 30 сентября 1995 года. После этого направление передающей антенны оказалось утрачено, и аппарат продолжил свой путь самостоятельно. Американский зонд летит в сторону созвездия Орла, который лежит в восточной ветве нашей галактики. Он доберется до одной из его звезд спустя 4 миллиона лет. Таким образом, ему предстоит невероятно долгий путь. Десятый пионер оказался чуть более удачливым исследователем, поскольку последний раз посылал данные на Землю 23 января 2003 года. В тот момент космический путешественник находился в 12 миллиардах километрах от Земли и двигался со скоростью 12,2 километра в секунду. К слову, до 1998 года он также был самым удаленным рукотворным объектом, пока его не обогнал знаменитый Voyager 1. Аппарат летит со скоростью, достаточной для того, чтобы покинуть Солнечную систему. Его курс лежит в сторону звезды Альдебаран. Это же мчужина созвездия Тельца и одна из самых ярких звезд на ночном небе. К окрестностям Альдебарана Пионер-10 доберется через 2 миллиона лет, если по пути он не наткнется на непредвиденные ситуации или не будет захвачен неизвестными науке космическими пиратами. К слову, именно этот аппарат будет первым, кто пройдет на относительно небольшом расстоянии от звездной системы. Временным соседом Пионера станет система HIP-117-796, являющаяся частью созвездия Кассиопеи. Космический скиталец подберется к ней на расстояние в 0,76 светового года. Для этого зонду придется путешествовать 90 тысяч лет. Проблемы скорости и будущее космических путешествий. Как мы понимаем, главной проблемой космических полетов являются огромные расстояния. При существующих технологиях даже путешествие на Красную планету является непростой задачей, которая требует подходящего момента для запуска. При максимальном сближении орбит Марса и Земли расстояние между двумя планетами составляет 54,6 миллионов километров. И даже для таких полетов необходимо учитывать факторы вроде скорость движения планет, скорость полета космического аппарата, солнечное притяжение, необходимость корректировки курса. В 1969 году НАСА запустило аппарат Маринер-7, который добрался до Красной планеты всего за 128 дней. Однако стоит понимать, что общая масса зонда составляла всего 412 килограммов. К примеру, сухая масса новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX составляет 6400 килограммов, хотя он и не предназначен для межпланетных путешествий. Для полета на Марс понадобится создание гораздо более тяжелых и сложных кораблей, не говоря уже про путешествия к другим звездам. Прямо сейчас компания Илона Маска занимается разработкой многоразовой межпланетной космической транспортной системы Starship, сухая масса которой, предположительно, равняется 400 тонн. При этом стартовая масса такого гиганта превышает 5000 тонн. Другими словами, существующие технологии не позволяют достичь скорости, которая даст возможность аппаратам преодолевать огромные дистанции в космосе за относительно короткий промежуток времени. Инженеры и ученые всего мира активно работают над решением этой проблемы. Однако даже самые смелые проекты далеки от желаемых результатов. Вариантов передвижения по космосу много, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Многие двигатели или приводы до сих пор пребывают в теоретической области и пока очень далеки от реализации. Наиболее экономичным и, как следствие, самым медленным способом передвижения является ионный двигатель. Еще несколько десятков лет назад такая система считалась ближе к научной фантастике, чем к реальной жизни. Однако миссия Deep Space 1 в 1998 году доказала, что ионные двигатели не только работают, но и приносят реальную пользу. Использовав 81,5 килограмма топлива, такая установка разогнала DS-1 до 56 тысяч километров в час. Правда, для этого ей понадобилось целых 20 месяцев. Если предположить, что именно с такой скоростью человечество отправит аппарат в сторону Проксима Центавра, то ему понадобится 81 тысячи лет, чтобы пролететь расстояние, равное 4,24 светового года. За это время на Земле сменится 2700 поколений людей. Еще одним методом космических путешествий является принцип гравитационного маневра. Этим способом воспользовались легендарные Вояджеры. А в 1976 году аппарат Helios 2 сумел разогнаться свыше 240 тысяч километров в час. При условии постоянного сохранения такой скорости зонд мог бы добраться до Проксима Центавры через 19 тысяч лет. Множество обсуждений ведется относительно электромагнитного двигателя EM-Drive. Ученые до сих пор спорят, действительно ли работает радиочастотный привод с резонансной плоскостью. Его концепция была предложена еще в 2001 году, но аппарат до сих пор проходит испытания, которые не могут дать однозначного ответа на главный вопрос — функционирует ли EM-Drive. Согласно теоретическим расчетам, такая установка позволит добраться до Плутона, который в среднем удален от Земли на 5,9 миллиарда километров за 18 месяцев. Путешествие до Проксима Центавра при таком раскладе займет около 13 тысяч лет. Среди других транспортных систем, которые обитают в теоретической плоскости, находятся ракеты на ядерном синтезе, термоядерные ПВРД, лазерный парус и даже привод, работающий на антиматерии. Любители научной фантастики могут также припомнить знаменитый проект Мигеля Алькубьера, который в 1994 году предложил так называемый варп-двигатель. Поскольку концепция мгновенного перемещения путем растяжения тканей пространства-времени фактически не предусматривают затрату времени на полет, мы не станем ее рассматривать. Вместо этого обратим внимание на двигатели на ядерном синтезе и установку с антиматерией. В первом случае речь идет о теоретическом достижении скорости, равной 12% световой, что позволит долететь до Проксима Центавра всего за 36 лет. Чтобы долететь до звезды Барнарда, находящейся в созвездии Змееносца на расстоянии 5,96 светового года, транспортной системе на ядерном синтезе необходимо лететь на протяжении 50 лет. В 70-х британское межпланетное общество детально изучило такой проект, получивший название Дедал. Двухступенчатая система даже по самым скромным подсчетам должна была весить порядка 60 тысяч тонн, что делало ее невообразимо дорогой. Что касается двигателя на антиматерии, то речь идет о гипотетической установке, отличающейся высокой эффективностью и топливной экономичностью. Несколько миллиграмм такого топлива генерирует энергии больше, чем взрыв водородной бомбы, мощностью в 10 мегатонн. Согласно подсчетам, опубликованным на конференции Joint Propulsion Conference и Exhibit, ракета-носитель на антиматерии, состоящая из двух ступеней, может долететь за 40 лет до все той же Проксимы Центавры. Это при том, что получение одного грамма топлива для привода на антиматерии обойдется в более чем триллион долларов. В теории, при достаточном запасе антивещества космический корабль можно разогнать до 50% световой скорости. При достижении таких показателей полет на 4,24 светового года займет порядка 8 лет. До Сириуса пришлось бы лететь примерно 17 лет. Как мы видим, человечество по-прежнему ищет способы быстрого и, главное, экономичного путешествия по просторам космоса. На данном этапе мы не располагаем технологиями, которые позволят преодолеть расстояние в пару световых лет за относительно короткий промежуток времени. Однако первые успехи в этом направлении уже есть. И кто знает, возможно, через пару десятков лет в сторону Альфа Центавры отправятся первые исследовательские зонды. Вселенная Огромное пространство, заполненное планетами, звездами, галактиками, черными дырами, туманностями, даже темной материей и много чем еще. Хотя Вселенная — это не имеющее строгого определения понятия, но условно можно выделить две принципиально отличающиеся сущности — умозрительную философскую и материальную, доступную к наблюдениям. Вообще Вселенная — это все. Она включает в себя не только все пространство, а также еще всю материю и энергию, содержащиеся в космосе. Вселенная даже включает само время. И, конечно, включает в себя и нас с вами. Что же мы знаем о Вселенной? Давайте разбираться. Одной из загадок сегодняшней науки является вечный вопрос — как появилась Вселенная? На данный момент наука еще не доказала ни одну теорию о происхождении Вселенной. Но некоторые теории являются наиболее известными, как, например, теория Большого Взрыва. Бесконечно малая и бесконечно плотная точка, которая, может, вовсе и не точка, но в которую была сжата вся наша Вселенная, вся физика мира, константы, материя, пространство и время, витала где-то вдалеке. Потом или во время этого случился Большой Взрыв. Зародилось все, что мы видим и знаем. Сегодня ученые предполагают, что все процессы после Большого Взрыва были обусловлены тем, что Вселенная постепенно остывала и становилась все менее плотной. Как мы знаем, температура — это мера движения частиц. Температура падает, частицы замедляются. Чем медленнее двигаются частицы, тем проще им друг с другом соединяться. По мере остывания Вселенной сначала отдельно летающие кварки смогли объединиться в протоны, нейтроны и другие частицы. Затем уже полученные частицы, продолжая замедляться, начали формировать первые ядра привычных нам атомов. Вселенная продолжала остывать, и спустя примерно 300 тысяч лет после Большого Взрыва температура опустилась достаточно, чтобы электроны могли присоединиться к ядрам атомов, и, как следствие, Вселенная стала прозрачной. Фотоны, которым было наполнено все вокруг, больше не видели препятствий в виде электронов и смогли лететь прямо, причем сразу отовсюду и во все стороны. Собственно, именно те фотоны, которые были освобождены в этот момент, мы видим и сегодня. В виде реликтового излучения, микроволнового космического фона. А далее образовались первые звезды. Предполагается, что это очень тяжелые звезды с малым временем жизни, не дожившие до наших дней. Первые квазары, галактики, скопления и сверхскопления галактик. Затем было образование межзвездного облака, давшего начало и нашей Солнечной системе. Согласно современным представлениям, размер наблюдаемой Вселенной составляет примерно 45 миллиардов 700 миллионов световых лет, или 14,6 гиперпарсек. Да, такой диаметр у Вселенной. И это только то, что мы можем видеть при помощи самых мощных приборов. На самом деле, реальные масштабы Вселенной мы не можем представить и приблизительно. Тем не менее, если взглянуть на размер известной Вселенной, и представить, что человек мог путешествовать один световой год в секунду, ему потребовалось бы почти 3000 лет, чтобы добраться с одной ее стороны на другую. Человеческое воображение даже не может представить, насколько велика Вселенная. Большая часть научной фантастики описывает свои истории с обязательными путешествиями со скоростью, превышающей скорость света. Но даже корабли, которые являются основой научной фантастики, недостаточно быстры. Даже самыми быстрыми из этих кораблей, которые могут лететь более чем в 1,3 миллиарда раз быстрее скорости света, все же потребуется большая часть суток на то, чтобы достичь Андромеды. Все это говорит о том, что даже самые смелые фантазии недооценивают размер того, с чем человечество имеет дело. Каждый раз, когда вы смотрите в небо, вы видите Вселенную такую, какой она была в прошлом. И чем дальше расположены объекты, тем в более глубокое прошлое мы заглядываем. Если мы посмотрим на объект на расстоянии 50 миллионов световых лет, мы увидим, как этот объект выглядел именно 50 миллионов лет назад. Потому что именно столько времени потребовалось свету, чтобы пройти от объекта до наших глаз. Также в расчет взята теория о том, что галактики удаляются друг от друга, причем во время перемещения они набирают скорость. Согласно этой теории, со временем галактики преодолевают скорость света, а потому человечество перестанет их видеть. Проанализировав эти теории, ученые пришли к выводу, что за пределами той Вселенной, которую люди могут наблюдать, находится пространство гигантских размеров. Однако увидеть его нет возможности, из-за ограничения скорости света. Космос постоянно расширяется. Это утверждение официально признано современным научным сообществом. Но даже ученые не могут сказать, будет ли это продолжаться вечно и до каких масштабов может увеличиться Вселенная. При переходе к масштабам меньше 100 мегапарсек обнаруживается четкая ячеистая структура. Внутри ячеек пустота – войды, а стенки образованы из сверхскоплений галактик. Эти сверхскопления – верхний уровень целой иерархии, после которых идут скопления галактик, потом локальные группы галактик, а самый нижний уровень – огромное многообразие самых различных объектов. Из них отдельно стоит упомянуть квазары, отличающиеся очень высокой светимостью и настолько малым угловым размером, что в течение нескольких лет после открытия их не удавалось отличить от точечных источников, таких как звезды. Переходя к составу галактики, мы обнаруживаем темную материю, космические лучи, межзвездный газ, шаровые скопления, рассеянные скопления, двойные звезды, звездные системы большей кратности, сверхмассивные черные дыры и черные дыры звездной массы и, наконец, одиночные звезды разного населения. Их индивидуальная эволюция и взаимодействие друг с другом порождают множество явлений. Так предполагается, что источником энергии у упомянутых уже квазаров служит аккреция межзвездного газа на сверхмассивную центральную черную дыру. Количество вещества во Вселенной просто огромно. Но даже на Земле есть количество веществ, которые находятся за пределами человеческого понимания. Достаточно сложно представить, а еще сложнее понять, как это подсчитали ученые. Но на планете находится примерно 7,5 квинтиллионов песчинок. Это 7,5 с 18 нулями. Тем не менее, видимых звезд еще больше. Гораздо больше. Их примерно в 10 раз больше в уже изученной части Вселенной. А это без учета планет и их спутников. Если посмотреть на ночное небо, то можно увидеть черный фон, усеянный светящимися точками. Картинка из проекта «Хаббл Ультра Дип Филд» может выглядеть на удивление схожей. Разница лишь в том, что точки на ночном небе — это отдельные звезды, а точки на снимках телескопа «Хаббл» — это галактики, каждая из которых может содержать до 100 миллиардов звезд. Некоторые теоретики предполагают, что наш мир имеет свои границы. Но за их пределами нет ничего. Согласно такой гипотезе, когда Вселенная заканчивается, остается лишь абстрактная пустота, полная ничего, в котором не действуют ни одни законы физики. Туда не доходит свет, его нельзя ощутить, увидеть, там нет времени и пространства. Гипотеза гласит, что космос представляет собой замкнутый шар, который парит в бесконечном ничего, которому не применимы ни одни из знакомых нам физических параметров. Осознать и принять абстрактную пустоту довольно сложно для человеческого мозга. Даже если гипотеза верна, мы не сможем представить, как выглядит полное ничто. Черный фон? Белый? Матрица? Гадать можно долго, но вряд ли мы действительно сможем это представить. Ученые даже обнаружили в космосе пустоту шириной в полтора миллиарда километров, которая могла бы, как они считают, быть параллельной Вселенной. В этой пустоте нет никакого вещества, даже, как считается, темной материи. И она в 40 раз больше, чем самая большая пустота, зафиксированная ранее. Но, тем не менее, даже при помощи мощнейшего телескопа это огромное поле не так-то просто заметить. Просто потому, что оно слишком мало по общим меркам пространства и времени. Ранее мы уже упоминали, что наше пространство постоянно расширяется, и самый дальний его край соответствует времени начала Большого Взрыва. Сегодня самая далекая область, что ученые могут видеть, это поверхность последнего рассеяния. Именно оттуда приходят фотоны реликтового излучения, которое возникло почти сразу после Большого Взрыва. Поверхность последнего рассеяния отражает момент, когда Вселенная стала прозрачной для излучения. За этой областью располагается то, что пока не подвластно изучению нашими приборами. Мы не можем увидеть той области, что расположена за поверхностью последнего рассеяния, из-за того, что она непрозрачна для излучения. А ведь именно свет позволяет нам видеть отдаленные объекты и судить об их свойствах. Несмотря на то, что нельзя увидеть то, что происходит за поверхностью последнего рассеяния, астрономы могут предугадать, что происходит в пространстве за ней. Для этого они наблюдают, какое влияние она оказывает на существующие астрофизические объекты. Более того, согласно современной теории Лямбда-Сидиэм, галактики удаляются друг от друга с ускорением. И чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Это значит, что в какой-то момент скорость удаления галактик превысит световую, и мы перестанем их видеть. Эти объекты уйдут за горизонт, но не исчезнут. Этот факт означает, что, возможно, за пределами наблюдаемой Вселенной лежит еще огромное пространство, скрытое от нас пределом скорости света. Изучая излучение космического микроволнового фона, после свечения Большого взрыва астрономы обнаружили температурные флуктуации. Эти разные температуры, или анизитропия, соответствуют регионам с разной плотностью материи в ранней Вселенной и растянулись на огромные масштабы по мере расширения. Особенно интересная идея заключается в том, что мы видим область, в которой наша Вселенная врезается в другую Вселенную, взаимно нарушая законы физики. Если дело обстоит именно так, и астрономы стали свидетелями взаимодействия Вселенных. Гипотеза мультивселенной говорит о том, что каждая отдельная Вселенная представляет собой нечто вроде пузыря, формирующегося из вещества во время Большого взрыва. Все миры рождаются, эволюционируют и в конечном итоге умирают, сменяясь новыми. Один из наиболее известных сторонников данной гипотезы был Стивен Хокинг. Также ее поддерживает, пожалуй, самый известный популяризатор науки астрофизик Нил Деграс Тайсон. В мультивселенной существует бесконечное множество пузырей, которые работают по одним и тем же законам природы, но находятся в разных состояниях. Параллельные Вселенные никак не зависят друг от друга и практически не взаимодействуют. Эта гипотеза на данном этапе даже не совсем научная. Она предполагает, что может находиться за пределами Вселенной, но доказателей хотя бы попытаться экспериментально проверить не может. Поэтому пока это скорее философский вопрос, чем научный. Но если предположение окажется правдой, это будет означать, что помимо нашей существует огромное количество Вселенных с конечными размерами и продолжительностью жизни. Но не волнуйтесь, этот регион в миллиардах световых лет от нас. И это вряд ли другая Вселенная стучится нам в дверь. Нам просто нужны наблюдения получше. Последний труд Стивена Хокинга, который был издан после смерти ученого, содержит одно очень занятное предположение. Оно говорит о том, что наша Вселенная может оказаться всего лишь голограммой какой-то первичной плоскости. Большой взрыв привел к появлению той самой плоскости, а наш мир — ее двумерная проекция. Именно двумерная. А 3D — это просто иллюзия. Все наше пространство, время и законы физики тоже представляют собой проекцию — искажение реальности. Гипотеза довольно сложная, и ее даже понять тяжело, не то что доказать. Если вдруг она окажется правдой, это будет означать, что все законы природы, работающие в трехмерном мире, на самом деле не так работают и являются лишь искажением. Если за пределами нашей Вселенной лежит первичная плоскость, то мы даже представить себе не можем, как в ней все устроено. Наряду с абсолютной пустотой и мультивселенной эта теория, как и сотни других, являются больше философскими, чем научными. А что на самом деле находится за пределами Вселенной, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Мы привыкли к тому, что Солнце светит нам днем, а Луна отражает этот свет ночью. Причем ночь у нас ассоциируется с темнотой. Ведь отраженного света хватает только, чтобы увидеть какие-то силуэты. Но давайте представим, что и днем, и ночью было бы одинаково светло. Причем во всех частях света. Вы спросите, как такое возможно? Все просто. Мы вращаемся в системе из двух или более звезд. Точнее не мы, а гипотетическая планета, которая находится в одной далекой системе. Какие процессы сопровождают эти системы? А главное, как в таких условиях ведут себя планеты? Давайте узнаем. Для начала нам нужно определить, что же такое звездная система. Итак, звездные системы — это любые группировки звезд, связанные в единое целое гравитационными силами. Крупные системы гравитационно связанных звезд называются звездными скоплениями и галактиками. Стоит оговориться, что звездные системы не следует путать с планетными системами, состоящими из одной звезды и различных незвездообразных астрономических объектов, таких как планеты или астероиды, которые движутся вокруг общего центра масс. У многих звезд есть особенная характеристика — кратность. Примерно 30-50% звезд образуют двойные, тройные и другие кратные системы. Двойные системы также классифицируются по способу наблюдения, где можно выделить визуальные, спектральные, затменные и астрономические двойные системы. Компоненты кратных систем движутся относительно друг друга. Иногда они находятся так близко друг к другу, что их невозможно наблюдать раздельно. Компоненты спектрально-двойных систем бывают расположены очень близко друг к другу и иногда почти соприкасаются своими поверхностями. В таких случаях удается видеть интересные явления — вытекание материи из звезд. Периоды вращения тесных пар очень малы — приблизительно от 18 минут. Наличие звезды, расположенной слишком близко, мешает нормальной эволюции звезды. При этом может возникнуть неустойчивость, приводящая к повторяющимся вспышкам через сотни тысяч лет. Не так давно было обнаружено, что некоторые, а возможно и большинство звезд, имеют собственные планеты. Это можно определить тремя основными способами. Первый из них заключается в следующем. Медленное перемещение звезды по небу, обусловленное ее движением относительно Солнца, должно дополняться волновыми колебаниями. Другой способ назван спектроскопическим. Движение звезды по орбите вокруг центра масс должно вызвать периодические колебания. Этот период колебания должен быть равен периоду вращения. Однако этот эффект ничтожно мал. Третий способ называется фотометрический. Он сводится к измерению блеска звезд во время прохождения мимо них планет. Но эффективность этого способа по понятным причинам сводится практически к нулю. Наиболее эффективные наблюдения можно ввести только из космоса, так как там нет атмосферных помех. Но как же быть с планетами, которые вращаются вокруг двойной или, очень редко, большего числа звезд? Так вот, путь планеты в таком случае формируется в зависимости от орбиты вокруг всех звезд. Такие планеты либо обращаются вокруг одного из компонентов, либо вокруг обоих. Однако давайте вернемся к звездам. Естественно, считать, что кратность звезд и наличие планетарных систем – это одно и то же распространенное явление. Как же появляются эти кратные системы? Ранее предлагались гипотезы, согласно которым первоначальная звезда делилась на две компоненты. Причиной деления могла быть центробежная сила. Однако гипотезы деления не смогли объяснить результат наблюдения. Также была гипотеза о том, что одна звезда может захватить другую, тем самым образовав систему. Хотя она противоречит наблюдениям. Все факты говорят о том, что кратные системы образовываются из одного газопылевого облака. Ученые утверждают, что двойные звезды составляют примерно половину всех звезд нашей галактики. Обе звезды, входящие в систему, вращаются вокруг общего центра их масс. Расстояния между звездами могут отличаться. Равно как и масса этих звезд, а также их размеры. Обе звезды, входящие в гравитационную систему, могут иметь как схожие, так и отличительные характеристики. Например, звезда А может иметь большую массу или размер, чем звезда Б. Двойные звезды помечают латинскими буквами традиционно. Обычно буквой А помечают более яркого и массивного компаньона. Буквой Б – менее яркую и массивную звезду. Ярким примером системы двойной звезды выступает ближайшая к нам звездная система Альфа Центавра А и Б. Она представляет собой целостную систему из двух звезд. Сама же Альфа Центавра состоит из трех компонентов. Если взглянуть на эту звезду, не прибегая к помощи различных оптических приборов, невооруженным глазом она будет визуально восприниматься как одна звезда. Если посмотреть на нее через телескоп, то мы отчетливо увидим два, а то и три компонента этой системы. В качестве других примеров двойных звезд можно привести систему Бета Лиры, систему Бета Персея, Алголь, Сириус. Те парные звезды, которые можно увидеть в телескоп или даже без приспособлений, принято называть визуально двойными. Альфа Центавра, к примеру, именно такая система. Звездное небо богато подобными примерами. Третье светило этой системы – самое ближайшее из всех к нашей собственной. Проксима Центавра. Чаще всего такие половинки пары различаются по цвету. Так Антарес имеет красную и зеленую звезду, Альберео – голубую и оранжевую, Бета Лебедя – желтую и зеленую. Все перечисленные объекты легко наблюдать в линзовый телескоп, что дает возможность специалистам уверенно вычислять координаты светил, их скорость и направление движения. Нередко получается так, что одна звезда звездной системы расположена слишком близко к другой, настолько, что даже самый мощный телескоп не способен уловить их двойственность. В этом случае на помощь приходит спектрометр. При прохождении через прибор свет разлагается на спектр, разграниченный черными линиями. Эти полосы смещаются по мере приближения или удаления светила от наблюдателя. При разложении спектра двойной звезды получается два вида линий, смещающихся при движении обоих компонентов друг вокруг друга. Так, Мицар А и Б, Алькор – спектрально двойные. При этом они еще и объединены в большую систему из шести звезд. Также визуально двойные компоненты Ка-Стор, звезда в созвездии Близнецов, являются спектрально двойными. Но про нее мы еще поговорим. Существуют в галактике и другие звездные системы, например, компоненты которых перемещаются таким образом, что плоскости их орбит близка к лучу зрения наблюдателя с Земли. Это значит, что они заслоняют друг друга, создавая взаимные затмения. Во время каждого из них мы можем наблюдать только одно из светил, при этом уменьшается их суммарный блеск. В случае, когда одна из звезд значительно больше, это уменьшение оказывается заметным. Одна из самых известных заметно-двойственных звезд – Алголь и созвездие Персея. С четкой периодичностью в 69 часов ее яркость падает до третьей величины, но через 7 часов вновь возрастает до второй. Эту звезду часто называют «подмигивающим дьяволом». Открыта она была еще в 1782 году англичанином Джоном Гудрайком. С нашей планеты заметно двойная звезда выглядит как переменная, которая через определенный временной интервал меняет яркость, что совпадает с периодом обращения звезд вокруг друг друга. Такие звезды называют еще заметно переменными. Кроме них бывают физически переменные светила – цифеиды, яркость которых регулируется внутренними процессами. Солнечная звездная система, как можно видеть, имеет далеко не единственный вариант строения. Кроме одинарной и двойной звезды, в системе можно наблюдать и большее их количество. Динамика таких светил намного сложнее, чем даже у двойной. Однако иногда встречаются звездные системы с небольшим количеством светил, превышающим, однако, две единицы, имеющим довольно простую динамику. Если звезд, входящих в системы, три, она имеет название тройной. Наиболее распространен именно такой вид кратных систем – тройной. Так еще в далеком 1999 году в каталоге кратных звезд из 728 кратных систем более 550 являются тройными. Соответствуя принципу иерархии, состав этих систем таков. Две звезды близко расположены, одна сильно удалена. В теории модель кратной звездной системы намного более сложная, чем двойной, поскольку такая система может показывать хаотическое поведение. Многие подобные скопления оказываются по факту очень нестабильными, что приводит к выбрасыванию одной из звезд. Избежать подобного сценария удается только тем системам, звезды в которых расположены по иерархическому принципу. В таких случаях компоненты делятся на две группы, вращающихся вокруг центра масс по большой орбите. Внутри групп также должна быть четкая иерархия. А что касается упомянутого ранее Кастора, то система Кастор насчитывает целых шесть звезд, попарно вращающихся вокруг друг друга и общего центра масс. При этом, хотя она находится всего в 50 световых годах от нас, астрономам так и не удалось обнаружить в ней хотя бы одну экзопланету. Вполне возможно, что из-за бардака с гравитацией они просто не могут там сформироваться. Но если они там все же есть, закаты и рассветы на них должны выглядеть крайне необычно. Ученым известны звездные системы и с большим количеством компонентов. Так, Скорпион имеет в своем составе больше семи светил. Выяснилось, что не только планеты звездной системы, но и сами системы в галактике не одинаковы. Каждая из них уникальна, различна и крайне интересна. Теперь, когда вы будете в следующий раз смотреть на небо, задумайтесь. Возможно, свет от маленького огонька, на который попал ваш взгляд, это результат работы не одной, а нескольких звезд, какой-нибудь далекой звездной системы. Древнегреческий философ Платон считал, что планеты – показатели времени, поставленные творцом в мире явлений, а вечное их вращение – это отражение вечности во Вселенной. Сколько смысла в этой фразе? Уму и познание мыслителя не перестаешь удивляться. Много времени прошло с тех пор, когда античное слово «планета» впервые было сказано древними греками. И пускай знания о планетах уходят вглубь веков, но что же нам известно об этих небесных телах сегодня? Давайте узнаем. В переводе с древнегреческого слово «планета» означает «странник». Так греки называли блуждающие звезды. Они считали, что Земля неподвижная находится в центре Вселенной, а небо и все, что на нем видно, вращается вокруг нас. Их астрономы ввели этот термин для описания отличия от так называемых неподвижных звезд, которые оставались на своих местах друг относительно друга. Пять небесных тел, ныне называемых планетами, были известны древним грекам – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Именно эти планеты видны на ясном небе невооруженным взглядом. Добавлялись Солнце и Луна, но сам Платон старался выделить их в отдельную группу. Когда гелиоцентрическая система Коперника стала преобладать над геоцентрической, Земля стала считаться планетой, в то время как Солнце и Луна были убраны из этого понятия. А далее астрономы стали открывать другие, более дальние планеты. Появилось определение спутников, и карта звездного неба начала свое преображение. Логично будет начать с нашей родной Солнечной системы и узнать, какие виды планет знакомы нам издавна. В Солнечной системе мы видим четкое деление на две группы по четыре планеты в каждой. Внешнюю часть этой области занимают планеты-гиганты, а внутреннюю – значительно менее массивные планеты земной группы. Группу гигантов также обычно делят пополам. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун. В группе планет земного типа тоже намечается деление пополам. Венера и Земля чрезвычайно похожи друг на друга, по многим физическим параметрам, а Меркурий и Марс уступают им по массе на порядок и почти лишены атмосферы. Даже у Марса она в сотни раз меньше земной, а у Меркурия практически отсутствует. Следует отметить, что среди двух сотен спутников планет можно выделить не менее 16 тел, обладающих внутренними свойствами полноценных планет. Нередко они превосходят своими размерами и массами планеты-карлики, но при этом находятся под контролем гравитации значительно более массивных тел. Речь идет о Луне, Титане, Галилеевых спутниках Юпитера и им подобных. Поэтому было бы естественно ввести в номенклатуру Солнечной системы новую группу для таких подчиненных объектов планетного типа, назвав их планеты-спутники. Но пока эта идея в стадии обсуждения. Вернемся к планетам земного типа. По сравнению с гигантами, они привлекательны тем, что имеют твердую поверхность, на которую могут осуществлять посадку космические зонды. Начиная с 1970-х, автоматические станции и самоходные аппараты СССР и США неоднократно садились и успешно работали на поверхности Венеры и Марса. Посадок на Меркурий пока не было, поскольку полеты в окрестности Солнца и посадка на массивное безатмосферное тело сопряжены с большими техническими проблемами. Изучая планеты земного типа, астрономы не забывают и саму Землю. Анализ снимков из космоса позволил многое понять в динамике земной атмосферы, в строении ее верхних слоев, в процессах, происходящих в ее магнитосфере. Сравнивая между собой строение атмосфер землеподобных планет, многое можно понять в их истории и точнее прогнозировать их будущее. А вот вторая группа планет, планеты-гиганты, на первый взгляд могут показаться примитивными. Ну, газ да и газ. Но это может быть потому, что мы пока плохо знаем природу этих четырех гигантов. Например, к двум ледяным гигантам Урану и Нептуну. За всю историю астрономии лишь однажды приближался космический зонд Voyager 2. Да и то пролетел, не останавливаясь мимо них. Много ли он мог там увидеть и измерить? Можно сказать, что к исследованию ледяных гигантов мы еще по-настоящему не приступали. Но вот два газовых гиганта изучены намного детальнее. Поскольку кроме пролетных аппаратов Pioneer 10 и 11, Voyager 1 и 2, Улисс, Кассини, Новые Горизонты, рядом с ними длительно работали искусственные спутники Галилео и Джуно, которые с 2016 года исследовали Юпитер, а Кассини изучал Сатурн. Наиболее глубоко был исследован именно Юпитер. Причем в прямом смысле. В его атмосферу с борта Галилео был сброшен зонд, который влетел туда со скоростью 48 км в секунду, раскрыл парашют и за один час опустился на 156 км ниже верхней кромки облаков, где при внешнем давлении 23 атмосферы и температуре 153 градуса Цельсия прекратил передавать данные. По-видимому, из-за перегрева. На траектории спутника он измерил многие параметры атмосферы, включая даже ее изотопный состав. Это заметно обогатило не только планетологию, но и космологию. Ведь гигантские планеты не отпускают от себя вещество. Они навечно сохраняют то, из чего они родились. Особенно это касается Юпитера. Внутреннее строение планет-гигантов пока изучается только теоретически. На прямое проникновение в их недра у нас мало шансов, а методы сейсмологии, то есть акустического зондирования, к ним пока не применялись. Возможно, когда-нибудь мы научимся просвечивать их с помощью нейтрино, но до этого еще далеко. И вот мы выходим за пределы нашей системы. И оказывается, что существуют планеты, вращающиеся вокруг других звезд, а их общее название – экзопланеты. Они имеют огромное разнообразие от красивых землеподобных миров до адских планет, названных так за беспощадные условия на их поверхностях. Здесь найдется все – от планет из алмаза до планет, находящихся в глубокой заморозке. Среди них есть планеты, находящиеся так близко к их звездам, что их масса теряет каждую секунду. И планеты, находящиеся так далеко от их Солнца, что мы все еще не уверены, как они могут так существовать. Некоторые планеты являются изгоями и блуждают во тьме. Другие имеют такие большие периоды обращения вокруг домашней звезды, что один год в их мире равен 900 тысячам земных лет. На сегодняшний день мы имеем 3730 подтвержденных экзопланет, 2724 потенциальных кандидатов в экзопланеты и 2783 планетные системы – звезды с подтвержденными планетами. Среди подтвержденных экзопланет имеется 1507 подобных нашему Нептуну, 1192 газовых гиганта, наподобие Юпитера, Сатурна или Урана, 852 суперземли, то есть масса которых превышает массу Земли, 153 подобных Земле, 26 неизвестных планет, то есть те, которые оказывают свое влияние на объекты, но их пока не нашли. Так, некоторые компьютерные модели показывают, что определенные объекты планетной массы могут покинуть свою систему и уйти в межзвездное пространство. Некоторые ученые утверждали, что такие объекты уже нашли, свободно блуждающими в космосе, и их следует классифицировать как планеты, называя их планетами-сиротами, хотя другие предположили, что они могут быть и маломассивными звездами. Еще одним расчетом было показано, что при гравитационном коллапсе газового облака могут образовываться не только звезды, но и меньшие объекты. Объекты планетарной массы, образовавшиеся таким способом, называют субкоричневыми карликами. Субкоричневые карлики могут находиться в свободном плавании или на орбите вокруг более крупного объекта. В течение короткого времени, в 2006 году, астрономы считали, что нашли двойную систему из таких объектов, которые исследователи описали как планемо, или объекты планетарной массы. Однако дальнейший анализ позволил установить, что их массы, скорее всего, больше 13 масс Юпитера, что превращает их в систему из коричневых карликов. Встречается и такое, что некоторые крупные спутники сходны по размерам с планетой Меркурий, или даже превосходят ее. Например, Галилеевы спутники и Титан. Для таких объектов был предложен термин «планета-спутник», как для объекта размером с планету, обращающегося вокруг другой планеты. Аналогично объекты размером с планету в поясе астероида Филиппо и Секойпера также могут считаться планетами. Существуют еще и планеты с кратной орбитой. Это экзопланеты, которые обращаются не вокруг одиночной звезды, как, например, Земля вокруг Солнца, а вокруг двойной или, очень редко, большего числа звезд. Путь такой планеты в этом случае формируется в зависимости от орбиты всех звезд. Первая обнаруженная экзопланета с кратной орбитой была найдена в системе в созвездии Стрельца, которая состояла из пульсара и белого карлика и находилась в шаровом скоплении М4. Во время каждого оборота этого пульсара в направлении Земли излучается электромагнитный импульс. Наибольшее различие в интервалах между импульсами дают основания предполагать, что на орбите пульсара находится белый карлик и большая юпитероподобная планета. А вот следующий вид планет представляет большой интерес не только для научного сообщества, но и для простых обывателей. Думали ли вы, что вам или вашим потомкам когда-нибудь удастся побывать на другой планете? И, конечно же, было бы очень здорово, если условия на ней окажутся близкими к земным. Именно такие экзопланеты земного типа принято называть мезопланетами. Предполагается, что эти планеты имеют состав, сходный с таковым у планет земной группы. Существует список потенциально жизнепригодных экзопланет, который отсортирован по критерию сходства с Землей с использованием индекса подобия Земли, разработанного Лабораторией жизнепригодности планет при Университете Пуэрту-Рико в Аросибо. Индекс подобия Земли — это параметр, показывающий, насколько близкая экзопланета соответствует Земле. Индекс может принимать значения в диапазоне от 0 до 1, где 1 означает идентичность Земле. Значения между 0,8 и 1 соответствуют каменистым землеподобным планетам, которые могут иметь подобную Земле атмосферу с умеренной температурой и поддерживать земные формы жизни. Индекс является функцией от радиуса планеты, ее плотности, второй космической скорости и температуры поверхности. В методологии определения жизнепригодности планет используются и другие параметры, как, например, основной уровень жизнепригодности, удаленность от обитаемой зоны и другие. На основе этих параметров ученым удалось создать список жизнепригодных экзопланет, где их число уже достигает 60. Для наглядности мы можем посмотреть на некоторые планеты из этого списка. Итак, Кеплер 1649С. Экзопланета, вращающаяся вокруг красного карлика Кеплер 1649, на расстоянии около 300 световых лет от Земли. В 2020 году директор научного бюро CETI-K2 Джефф Кафлин назвал ее самой похожей на Землю планетой, обнаруженной космическим телескопом Кеплер. Индекс жизнепригодности равен 0,9%. Экзопланета была идентифицирована NASA как скалистая и очень близка размером к Земле – 1,06 земного радиуса. Находится она в пределах обитаемой зоны. Планета получает 75% света звезды относительно Земли. Равновесная температура ее поверхности оценивается в 234 Кельвин. Исходя из этого, в зависимости от атмосферы, температура ее поверхности может быть достаточно близкой к температуре Земли, что дает возможность существованию воды в жидком виде. Состав атмосферы неизвестен. Еще одна планета – Тигарден-Би – экзопланета, находящаяся на орбите в пределах обитаемой зоны звезды Тигардена – красного карлика, расположенного в созвездии Овна, в 12,5 световых лет от Солнечной системы. Планета была открыта в июне 2019 года. Это четвертая поблизости потенциально обитаемая экзопланета по состоянию на апрель 2020 года. Индекс ее жизнепригодности оценивается в 95%. Согласно моделированию, вероятность, что условия на Тигарден-Би совпадают с земными – 60%. Это значит, что на ней есть вода в жидком виде, умеренные температуры и погодные условия. Если это так, то у планеты высокие шансы появления сложной органической жизни. Приблизительная средняя температура на ней, по оценкам ученых, составляет 28 градусов Цельсия. Звезда Тигардена – тусклый красный карлик, однако планета Тигарден-Би находится к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. Планета совершает полный оборот вокруг звезды за неполных пять дней, что также является и отрицательным фактором формирования жизни. Но чтобы знать все наверняка, нам нужно продолжать исследовать пространство вокруг нас. И, быть может, однажды нам повезет сделать какое-нибудь «Сенсационное открытие». Планета Земля, Солнечная система, Рука Фариона, Галактика, Млечный путь – именно так будет звучать наш космический адрес во Вселенной. Можно пойти еще дальше и добавить координаты сверхскопления Девы вместе с Великим Атрактором и комплексом сверхскоплений Рыб-Кита. Но вряд ли эта информация пригодится в ближайшее тысячелетие. А вот что нам сегодня известно о нашей галактике, это куда более интересно. Давайте узнаем об этом вместе. Само название «Млечный путь» образовано от древнегреческого слова, обозначающего «молочный». По легенде, Зевс решил сделать своего сына Геракла, рожденного от смертной женщины, бессмертным. И для этого подложил его спящей жене Гере, чтобы Геракл выпил божественного молока. Гера, проснувшись, увидела, что кормит не своего ребенка и оттолкнула его от себя. Брызнувшая из груди богини струя молока превратилась в «Млечный путь». Впервые предположение о том, что Солнечная система входит в галактическую структуру, высказал в XVIII веке Уильям Гершель. Гершель впервые оценил размеры и общую форму галактики и пришел к выводу, что она представляет собой остров во Вселенной. А в 20-х годах прошлого столетия было доказано, что галактика во Вселенной не единственна. Долгое время считалось, что «Млечный путь» относится к обычным спиральным галактикам, и только в 1980-х годах было высказано предположение, что наша галактика представляет собой спиральную структуру с перемычкой. Это предположение было подтверждено в 2005 году космическим телескопом Спитцера, который показал, что центральная перемычка нашей галактики действительно существует и является большей, чем считалось ранее. Но по данным новых исследований, наша галактика не плоская, как думали раньше, а искривленная и перекрученная. Но для начала давайте более подробно рассмотрим структуру Млечного пути. Она состоит из следующих элементов. Ядро перемычка. Центр, представляющий собой самую яркую область Млечного пути. Расстояние от Солнца до центра галактики составляет 27 700 световых лет. Диск, форма галактики, которая напоминает летающую тарелку, но по факту она имеет плоское формирование, так как медленно вращается вокруг ядра. По оценкам ученых, галактический диск, выдающийся в разные стороны в районе галактического центра, имеет диаметр около 100 000 световых лет. Спиральные рукава, так называемые туманности, в составе которых существуют звезды, планеты и другие космические объекты. Как мы узнали из начала ролика, то Солнечная система находится на внутреннем крае рукава, носящего название рука Фариона. И, наконец, корона или галактическое гало, яркий свет, который возникает в результате скопления огромного количества звезд в одном месте, и длина этого света может составлять несколько световых лет. Как видите, структура галактики имеет четкое строение, и по своей воле оно не может меняться. Единственное, что может изменить сформированный порядок, это столкновение с другой галактикой или появление сверхмощной черной дыры. Ученые Варшавского университета сделали предположение, что Млечный Путь имеет не плоскую форму, как считалось ранее, а несколько искривленную, которую она приняла после столкновения с соседними галактиками. Это событие случилось около трех миллиардов лет назад, когда наша галактика Млечный Путь испытала жесткое радиальное столкновение с неизвестной карликовой галактикой. Гравитация разорвала малышку, и ее звезды стали нашими. Астрофизики сумели вычислить чужаков и время происшествия этого космического ДТП. Неправильные скопления в нашей галактике выдали себя по оболочкам газа и пыли вокруг себя, которые и позволили астрономам выявить такие образования и детально изучить движения звезд в этих скоплениях. Форма оболочек скоплений изогнута таким образом, что указывает на место, где карликовая галактика начала разрываться на части. Это позволило увидеть всю картину целиком и понять, почему одни звезды в таких скоплениях удаляются от нас, а другие приближаются к нам. Но это событие в основном затронуло внешние части нашей галактики. А вот что творится в ее центре – загадка и по сей день. Галактика Млечный Путь, как и множество других спиральных галактик во Вселенной, скрывает в своем центре сверхмассивную черную дыру под названием Стрелец А со звездочкой. Этот таинственный объект невероятных размеров постоянно притягивает звезды, пыль и другую материю в свои ближайшие окрестности, формируя сверхплотный звездный мегаполис. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, астрономы описывают шесть загадочных объектов, которые вращаются вокруг центральной черной дыры нашей галактики. По мнению авторов, обнаруженные аномальные объекты, получившие названия от G1 до G6, выглядят как продолговатые сгустки газа в несколько раз массивнее Земли. Несмотря на свои небольшие по космическим меркам размеры, обнаруженные объекты ведут себя как маленькие звезды, способные пройти в опасной близости от края черной дыры, не будучи при этом разорванными в клочья. Интерпретировав пучки газа как остатки несчастной мертвой звезды, пострадавшей в результате гравитационного воздействия сверхмощной черной дыры, расположившейся по соседству, некоторые астрономы ожидали увидеть окончательную гибель миниатюрных звезд в результате их поглощения Стрельцом А еще в 2014 году. Однако, к большому удивлению ученых, ничего подобного не произошло. А недозвезды удивительным образом выжили в пределах нескольких сотен астрономических единиц от черной дыры. Растягиваясь и искажаясь вблизи черной дыры, объекты G восстановили свою первоначальную форму при постепенном от нее удалении. Столь необычное поведение наводит на мысль о том, что нечто чрезвычайно мощное удерживает сгусток газа вместе. Оказалось, что все эти объекты представляют собой смятые гравитацией продукты двойных звезд, образовавшихся около 5 миллионов лет назад вблизи Стрельца А. В настоящее время Млечный Путь не относится к сейфертовским галактикам, то есть к галактикам с активными ядрами, в которых происходит выделение огромного количества энергии. АЯГ также представляет собой сверхмассивные черные дыры, но в отличие от Стрельца А, вокруг них формируется яркий аккреционный диск. Закручивающееся вещество разогревается из-за сил трения до экстремальных температур и испускает излучение в оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Яркость диска часто достигает предела Эддингтона. Также могут возникать джеты – струи плазмы, перемещающиеся с околосветовой скоростью. Но наш Стрельца ведет себя по-другому. Согласно расчетам еще одной группы ученых, в центре галактики может быть плотный сгусток темной материи, которая на окраинах галактики становится более тонким до диффузной концентрации. Темная материя, несомненно, является одной из самых больших загадок Вселенной. Это название загадочной массы, ответственной за гравитационные эффекты, которые нельзя объяснить тем, что мы можем обнаружить другими способами – обычной материей, такой как звезды, пыль и галактики. Например, галактики вращаются намного быстрее, чем должны были бы, если бы на них просто гравитационно влияла нормальная материя в них, но гравитационное линзирование, искривление пространства времени вокруг массивных объектов намного сильнее, чем должно быть. То, что создает эту дополнительную гравитацию, невозможно обнаружить напрямую. Ученые предполагают, что при повышении критической массы сгусток темной материи мог гравитационно коллапсировать в сверхмассивную черную дыру. Это может помочь объяснить, как вообще появились сверхмассивные черные дыры, поскольку неизвестно, как они становятся такими большими и неизвестно, сколько из них появилось в ранней Вселенной, прежде чем они успели сформироваться. Так Нобелевский комитет присудил премию по физике в 2020 году Генцелю и ГЕС с формулировкой «За открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». И в том же 2020 году НАСА представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей галактики Млечный Путь. Эта панорама, охватывающая расстояние более 600 световых лет, составлена на основе данных Стратосферной обсерватории София и космических телескопов Гершель и Спитцер. Вот такая она, наша родная галактика Млечный Путь. Начиная исследовать ее тайны, мы понемногу продвигаемся по ближайшим окрестностям, стремясь пробраться в самый центр галактических событий. И пускай сейчас мы только записываем то, что способны уловить наши приборы, но даже эта информация открывает нам новые знания о структуре Вселенной. Границ нашей Вселенной не знает ни один человек. Но вне зависимости от того, есть ли у нее предел или нет, она таит в себе множество тайн и странностей. Ученые со всего мира заняты изучением объектов, которые ежедневно продолжают расширять наши знания об устройстве Вселенной. И порою в своих изучениях они натыкаются на весьма странные объекты, которые противоречат на первый взгляд известным законам мироздания. Давайте же узнаем о самых странных объектах во Вселенной. Темная материя. Темная материя, являющаяся одной из самых великих тайн в современной астрофизике, представляет собой гипотетическую материю, которую невозможно увидеть с помощью телескопов. Тем не менее, считается, что приблизительно 85% материи во Вселенной является темной материей. Она не испускает электромагнитного излучения, достаточной для наблюдения интенсивности. Но ее можно наблюдать по гравитационным эффектам. Как известно из законов гравитации, скорость вращения галактических объектов и скоплений галактик зависит от расстояния до центра масс и распределения массы внутри. Сопоставив известные формулы и астрономические наблюдения, был получен парадоксальный результат. Массы галактик намного больше, чем мы видим. Квазар. Квазар, классифицируемый как так называемое активное галактическое ядро, по сути является экстремально сильно светящимся диском материи, окружающим черную дыру. Квазары считаются самыми яркими известными объектами в космосе, способными светить в 100 раз ярче, чем весь Млечный путь. Гигантский водный резервуар. Огромное облако водяного пара, расположенное примерно в 10 миллиардах световых лет от нас, содержит приблизительно в 140 триллионов раз больше воды, чем ее содержится во всех океанах Земли вместе взятых. Если быть точнее, речь идет об оболочке, окружающей квазар и содержащей водяной пар. Область вокруг квазара имеет протяженность около сотни световых лет. Окружение квазара уникально, поскольку в нем возникает гигантская масса воды. Это еще раз показывает, что вода распространена повсюду во Вселенной, даже в очень ранние времена. Гигантская древняя черная дыра. Это открытие было сделано международной командой исследователей в 2015 году. Была обнаружена гигантская древняя черная дыра, которая снабжала энергией самый яркий в ранней вселенной квазар, расположенный на удалении 12,8 миллиардов световых лет от нас. Масса самой черной дыры превосходит массу нашего светила в 12 миллионов раз. А энергия, которую забирает квазар, превосходит солнечную в квадриллион раз. Сам квазар появился всего лишь через 900 миллионов лет после предполагаемого большого взрыва. Согласно всем существующим моделям, неясно, как черная дыра смогла за такой короткий период времени набрать столь невероятную массу. Пульсар. Пульсар представляет собой плотную, сильно намагниченную, вращающуюся нейтронную звезду, которая спускает луч электромагнитного излучения. В прошлом астрономы считали, что излучение, которое можно наблюдать, когда оно направлено в сторону Земли, было инопланетной формой общения. В 2020 году астрономы США и Польши установили, что причиной того, что этот тип нейтронных звезд действует как радиомаяки, является взаимодействие между электрическими и магнитными полями у поверхности объекта. Планеты-сироты Планеты-сироты, также известные как планеты-странники или квазипланеты, представляют собой объекты, обладающие массой сопоставимой с планетарной, которые сошли со своих орбит и бесцельно путешествуют по космосу. Самая близко расположенная к Земле планета-сирота, обнаруженная на сегодняшний день, находится на расстоянии семи световых лет. Про другой подобный загадочный объект неизвестно почти ничего. Ни как он появился, ни что случилось с его звездой. Ученые выяснили, что планета очень молодая, ей всего лишь 12 миллионов лет. Это газовый гигант, масса которого в 6 раз больше массы Юпитера. Находится это небесное тело на расстоянии 80 световых лет от Земли. Ученые никогда прежде не видели свободно летящего в космосе объекта подобного этому. Планету можно наблюдать, используя телескоп. По мнению экспертов, температура на поверхности составляет плюс 885 градусов Цельсия. Планета из горячего льда Планета из горячего льда, официально известная как Глизе 436 b, это экзопланета размером с Нептун, которая вращается на орбите вокруг красного карлика Глизе 436. Несмотря на то, что температура планеты достигает плюс 40309 градусов Цельсия, ее водная поверхность не испаряется. Вместо этого молекулы образуют своего рода горячий, сильно спрессованный лед. Столпы Творения Столпы Творения, напоминающие картину из научно-фантастического пейзажа, на самом деле являются фотографией, сделанной космическим телескопом Хаббл в туманности Орла, расположенной в 7000 световых годах от Земли. Столпы, состоящие из охлажденного молекулярного водорода и пыли, по сути являются семенами новых звезд. Название Столпы Творения объекты получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звезд с одновременным разрушением облаков по цветам уже образовавшихся звезд. Падающие звезда Наверное, все знают о том, что то, что мы называем падающими звездами, на самом деле является метеоритами, падающими сквозь атмосферу. Тем не менее, падающие звезды существуют на самом деле. Например, Мира является красным гигантом, который падает сквозь галактику достаточно быстро, чтобы у этой звезды появился хвост, подобный тому, который мы видим у комет. Астрономы были изрядно удивлены. Дело в том, что Мира исследуется вот уже на протяжении 400 лет. И до сих пор никто не замечал в ней никаких особенных странностей. Впрочем, объясняется это довольно просто. Планета. Никто не наблюдал ее в ультрафиолете. Обнаруженный хвост простирается в пространстве на целых 13 световых лет, что почти в три раза больше, чем дистанция до ближайшей к Солнцу звезды – Проксимы Центавра. Алмазная планета Алмазная планета, официально известная как 55 Рака-И, Рака-Е, обладает массой, превышающей массу Земли в семь и восемь раз. Считается, что эта планета содержит огромные залежи угля, который может быть в форме алмазов. Согласно подсчетам Форбса, эта планета может стоить порядка 27, но не миллионов долларов. Это 27 с 30 нулями. Гигантская алмазная планета когда-то была частью бинарной системы звезд, пока ее партнер не начал ее пожирать. Однако звезда не смогла унести свое углеродное ядро с собой, и углерод просто превратился в алмаз под действием высокой температуры и гигантского давления. С температурой поверхности 1648 градусов по Цельсию условия были почти идеальными. Треть массы планеты – чистый алмаз, в то время как Земля покрыта водой и изобилует кислород. Эта планета состоит из графита, алмаза и нескольких силикатов. Замороженная звезда В то время как большинство известных звезд является очень горячими, например, температура поверхности Солнца составляет 5600 градусов Цельсия, совсем недавно была обнаружена холодная звезда. Замороженная звезда, официально известная как WISE 0855-0714, является коричневым карликом с температурой, колеблющейся между минус 48 и минус 13 градусов Цельсия. В 2016 году астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Крузе с помощью телескопа обсерватории Gemini обнаружили в атмосфере звезды облака из воды и водяного льда. Ученые из Эдинбургского университета рассчитали, что в атмосфере звезды имеется слой толщиной 100 километров, где температура сохраняется в пределах от минус 73 до минус 23 градусов Цельсия, а плотность воздуха колеблется между 0,4 и 1,2 миллиграммов на сантиметр кубический. По их мнению, в этом слое может зародиться органическая форма жизни. Крупнейшие гамма-рентгеновские пузыри Ферми В 2010 году астрономы обнаружили в данных Космической обсерватории Ферми достаточно странное явление. Из центра Млечного Пути в окружающее пространство вырываются две гигантские шарообразные структуры размером около 50 тысяч световых лет. Эти образования видны только в диапазоне гамма-рентгеновского излучения. Природа пузырей по сей день неизвестна, однако ученые предполагают, что они могли образоваться в результате активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. На заре жизни нашей галактики ее активное ядро испускало потоки плазмы, так называемые джеты или релятивистские струи. Вероятно, пузыри Ферми являются своеобразным следом этих потоков. Сверхпустота Сверхпустота Эридана Большинство из нас, вероятно, считают Космос пустым. Однако с открытием квантовой физики мы знаем, что даже пустое пространство не является действительно пустым, но содержит незначительное количество газа, энергии и виртуальных частиц, которые появляются и исчезают. Поэтому все еще довольно удивительно найти области пространства, которые почти полностью лишены всех видов материи. Самая большая из этих пустот найдена в созвездии Эридана. Она простирается на площади пространства, равной 1 миллиарду световых лет. Многие физики выдвинули несколько очень интересных теорий о происхождении этой пустоты. Одна из них гласит, что пустота – это отпечаток параллельной Вселенной, с которой было столкновение в далеком прошлом. Другая говорит, что регион может быть домом для черной дыры. Газовая туманность по имени Мыльный пузырь Красивая симметричная туманность плавает в поле созвездие Лебедя. Ее открыли всего несколько лет назад, поэтому ее нет во многих астрономических атласах. Больше всего удивляет форма и внешний вид туманности. Она напоминает настоящий мыльный пузырь. И именно такое прозвище ей дали ученые. Туманность по имени Голова ведьмы Настоящее имя туманности IC 2118. Она находится в южном созвездии Эридана на расстоянии тысячи световых лет от Солнца. Больше всего удивляет именно ее очертания, которые напоминают голову ведьмы. Мы видим туманность из-за звезды Ригель. За счет ее излучения очертания головы ведьмы отражаются и видны в телескоп из Земли. Выводы. Подведя итог, скажем, что наблюдаемая Вселенная содержит приблизительно 10 миллионов сверхскоплений, 350 миллиардов больших галактик, таких как Млечный Путь, 25 миллиардов галактических групп, 7 триллионов карликовых галактик с триллионами звезд. И это приводит к размышлению, что еще много странных объектов во Вселенной остаются для нас неизвестными. В далеком 1993 году сценарист и продюсер Крис Картер решил возродить жанр научно-фантастического шоу на телевидении и создать сериал, который бы напугал зрителей до дрожи в коленях. Тогда мир узнал о X-файлах. Вскоре сериал, в котором основная сюжетная линия повествует об НЛО и инопланетянах, возымел небывалый успех. Но что такое НЛО в действительности и что нам известно о внеземных формах жизни? Давайте узнаем! Неопознанный летающий объект или НЛО – это неидентифицированный наблюдаемый летающий объект или феномен, который не был отождествлен ни с каким известным науке метеорологическим или астрономическим явлением, а также не было установлено доказательств его фальсификации. В большинстве случаев, когда наблюдают НЛО, первым делом на ум приходит принадлежность данного объекта к неземным цивилизациям. Но откуда у людей появилось такое стойкое убеждение, что НЛО имеет инопланетное происхождение? Возможно, все началось в 40-х годах 20-го столетия, когда в 1939 году в нацистской Германии конструктор самолетов профессор Генрих Фокке запатентовал самолет с вертикальным взлетом и турбинным двигателем, имевшим форму блюдца. В том же году другой немецкий изобретатель, бывший фермер Артур Зак начал разработку летающего диска – самолета с крыльями дискообразной формы. Этот аппарат, названный АС-6, испытали в 1944 году. Но летчик смог лишь оторвать АС-6 от земли, после чего правая стойка шасси не выдержала нагрузок от реактивного момента воздушного винта. Ввиду острой необходимости перенаправления средств для ведения военных действий против активно наступающих войск Советского Союза, который к тому времени уже полностью взял инициативу во Второй мировой войне, Германия отказалась от разработки данного вида летательных аппаратов. Зато в США эти проекты возымели популярность. Разработки велись при поддержке НАСА, в то время НАКО, и военно-морского флота США. Почти круглые двухпропеллерные самолеты Vogue V-173 и Vogue XF-5U поднимались в воздух, однако имели множество недостатков, в частности, были неудобными в управлении, поэтому в 1947 году от них отказались. Намного позже Национальный архив США опубликовал секретные чертежи летающей тарелки, разрабатываемые в 1950-х годах для американских ВВС. Аппарат Project 1794 был рассчитан на вертикальный взлет и посадку, и должен был развивать скорость от 3200 до 4300 км в час. Высота полета тарелки должна была превысить 30 км. Так возможно допущение, что, ведя свои разработки, военные, которые занимались в конце 40-х годов изучением летающих тарелок, опасались, что НЛО являются летательными аппаратами других стран. Забегая наперед, скажем, что всемирно известная компания «Сикорский Aircraft» в 1993 году построила таки успешный проект — беспилотный разведывательный самолет «Сайпхер», который имеет форму диска и осуществляет взлет-посадку вертикально. Но вернемся в средину 20-го века. На волне активного роста научно-технического прогресса, вместе с интенсивным развитием мысли о космических путешествиях, людям нужно было чем-то подпитывать свой интерес, помимо серьезных статей из научных журналов. И такая подпитка нашлась в виде множества фантастических произведений. Считается, что в «Фантастике» термин первого контакта с инопланетной цивилизацией был впервые использован американским писателем Мюрреем Лейнстером в рассказе «Первый контакт» 1945 года. При этом сама тема «Первого контакта» затрагивалась фантастами и ранее. Например, в романах Герберта Уэллса «Война миров» 1898 года и «Первые люди на Луне» 1901 года. В советской фантастике одним из первых к этой теме обратился Иван Ефремов, который в своей повести «Сердце змеи» 1958 года вступил в прямую полемику с рассказом Лейнстера. Ситуация «Первого контакта» исследуется в произведениях Ивана Ефремова «Сердце змеи», «Туманность Андромеды», «Час быка», Алексея Толстого «Аэлита», «Братьев Стругацких извне», «Малыш», «Станислава Лема Солярис», «Урсулы Легвин. Левая рука тьмы», «Артура Кларка. Космическая Одиссея», «Роберта Хайнлайна. Кукловоды» и многих других писателей, как российских, так и зарубежных. Первый массовый всплеск интереса к инопланетянам датируется 1947 годом, когда произошел знаменитый Розуэльский инцидент. Фермер Уильям Брейзл, объезжая свои владения, обнаружил странные обломки. Вскоре информация о разбившемся корабле и инопланетянах дошла до местных военных, но к тому моменту пресса уже развернула вокруг этого события шумиху. На этом факты в истории заканчиваются и начинаются домыслы. Правительство США якобы скрыло следы крушения, в руки военных якобы попали тела в виде серых гуманоидов и так далее. Окончательно образ серых гуманоидов укоренился в американском массовом сознании после еще одного известнейшего в уфологии инцидента. В 1961 году Бетти и Барни Хиллы стали первыми, кто во всеуслышание заявил, что их похитили инопланетяне. Бетти начали мучить кошмары, в которых над ней и ее мужем проводили различные медицинские эксперименты, низкорослые, серокожие существа. Первым, кто выслушал историю Хиллов, стал астроном Уолтер Веб. Он полагал, что кошмары Бетти были вызваны историей по поводу НЛО, охватившей в те годы американцев. Спустя три года доктор Симмонс сумел избавить супругов от кошмаров и пришел к тому же выводу, что и Веб. Интерес к теме внеземных цивилизаций активно подогревали тогда и продолжают подогревать сейчас экранизации множество произведений научной фантастики. Наверное, кино и телевидение сделало даже больше, чем книги и статьи в желтой прессе. Так на сегодняшний день в умах людей сложился стойкий образ, что все необъяснимое можно смело причислять к поискам инопланетян. Правда, существуют гипотезы о естественном происхождении НЛО, основанные на вере в то, что все необъясненные случаи возникают вследствие наблюдения за явлениями уже известными, описанными и изученными современной наукой – метеорами, летящими птицами, горящим болотным газом. Однако как же тогда быть с некоторыми фактами, которые не просто не поддаются объяснению, но и напрямую противоречат известным нам законам физики? Видеосъемки, хоть и не имеют официального подтверждения своей подлинности, свидетельствуют, что НЛО в некоторых случаях проявляли свойства, которые заставляли усомниться в том, что они твердые. Также некоторые маневры НЛО, вроде разворота под прямым углом на большой скорости, губительны для любого живого существа, в том числе и для человека, если таковой в этот момент находится внутри объекта. Но наиболее веским аргументом считается то, что НЛО наблюдались задолго до того, как настала научно-техническая революция. Некоторые геоглифы, нанесенные на Землю геометрические или фигурные узоры, геоглифы Наски, андский канделябр и другие – яркий тому пример. Эти древние рисунки удивительны тем, что данные их видны только с определенной высоты, и они не представляют никакой художественной ценности для наблюдателя на уровне Земли. Еще одной загадкой, но уже архитектуры, выделяется полигональная кладка. Тип кладки выполненный из притесанных друг к другу многоугольных камней, состыкованных под произвольными углами с минимальными, зачастую практически нулевыми зазорами. В Перу можно увидеть множество примеров такой кладки, где многотонные огромные каменные блоки с ювелирной точностью подогнаны друг к другу. Ольян-Тайтамба, крепость Саксай-Юаман, стены в городе Куско и многие другие места Южной Америки говорят о том, что данную технологию строительства использовали те, кто имел высокий уровень развития науки. Ученые-историки им приписывают данные постройки к делам древних инков, но те сами на вопрос о постройке только смеялись и говорили, что это построили боги, а сами инки пришли сюда уже позже. Помимо архитектурных загадок в искусстве и особенно в религии всегда присутствовала тема высших сил. Существует ряд наскальных рисунков, которые выдаются сторонниками гипотезы палеоконтакта за свидетельство контактов с пришельцами в древности. В глубокой пещере Нио во Франции обнаружен невероятно таинственный рисунок. На нем изображены 17 сфер, которые появляются из весьма стереотипной летающей тарелки. Тарелка Лола Доффа – еще один артефакт, где явно можно разглядеть инопланетного гуманоида. А еще здесь можно увидеть, что над огромной головой пришельца парит дискообразный объект. Ну и в Анджине плато Митчелл в Австралии, где изображены какие-то странные существа с тревожно большими глазами. А некоторые персонажи, похоже, даже одеты в скафандры. Возраст всех этих изображений исчисляется тысячами лет. Поэтому гипотеза о том, что НЛО может иметь вполне земное происхождение и создана некой древней высшей расой, которая воспринималась людьми как боги, но затаилась где-то под землей, тоже имеет место быть. Широко распространено убеждение, что контакты происходили в прошлом, но мы забыли о них, либо не воспринимаем их именно как контакты с внеземными цивилизациями. Наверное, все народы нашей планеты, от туземных племен до жителей мегаполисов, имеют в своем культурном наследии упоминания о высших силах. В христианстве высшими силами являются ангелы, что живут на небесах, а их падшие представители, демоны, обитают в подземном царстве. Один из основателей братства святого Германа Саряски, монастырской коммуны в Палатине, Калифорния, православный священник-отец Серафим Роуз, в своих трудах высказывал предположение, что наблюдения НЛО вызываются деятельностью злых духов. Роуз окончил Помонский колледж и Калифорнийский университет в Беркли, где изучал богословие, лингвистику и философию. Он отмечал сходство некоторых обстоятельств, близких контактов с НЛО с оккультизмом и высказывался о том, что видения НЛО вызываются дьяволом, желающим отвлечь людей от Бога и подготовить к принятию антихриста, чье появление, согласно священному писанию, должно сопровождаться небесными знамениями. Некоторыми авторами производятся параллели между обстоятельствами современных случаев контакта с НЛО и свойствами некоторых бесов, описанных в демонологической литературе. Но помимо религиозных объяснений существуют и вполне светские заключения официальных властей по данному вопросу. В 1950-е годы британское правительство серьезно относилось к угрозе со стороны инопланетян. Более чем за полвека наблюдений за НЛО не было обнаружено никаких доказательств присутствия внеземной цивилизации или военной угрозы Британии со стороны инопланетян. В 2010 году специальное подразделение, занимавшееся изучением материалов об НЛО, было расформировано. Правда, целые предложения и даже абзацы остались зашифрованными или закрашенными черным цветом. По мнению британской военной разведки, все летающие тарелки попадают под одно из четырех возможных объяснений. А именно Астрономический или метеорологический феномен. Ошибочная идентификация современного летательного аппарата. Оптическая иллюзия или психологическая галлюцинация. Преднамеренное мошенничество. Во Франции в 1977 году была основана группа по информации и изучению неопознанных летающих объектов. Она получает данные от жандармерии, полиции, армии, ВВС, ВМФ и гражданской авиации. Ныне в ее архивах хранятся документы о примерно 1600 случаях появления НЛО. По мнению специалистов в пресс-релизе CNES, в большинстве случаев речь идет об абсолютно нормальных природных явлениях, неправильно истолкованных наблюдателями. А вот в США к этому вопросу уже более полувека продолжают относиться весьма серьезно. Авторы представленного администрацией США конфиденциального доклада о происшествиях с НЛО говорят о том, что в подавляющем большинстве из примерно 120 изученных случаев, имевших место за последние 20 лет, доказана непричастность к ним американских технологий. При этом их природу нельзя определить с уверенностью, говорится в документе. Доклад подготовлен рабочей группой Министерства обороны, созданной в прошлом году, чтобы улучшить понимание неизвестных атмосферных явлений и установить, не угрожают ли они национальной безопасности. Три источника CNN рассказали, что доклад не исключает внеземной природы некоторых из них. Но и доказательств, что летчики ВМС видели корабли пришельцев, в нем тоже нет. Но самым известным местом, которое связывают с НЛО, на сегодня является Зона 51 – военная база в штате Невада, в 133-х километров от Лас-Вегаса. Базу открыли в 1955 году. Но правительство США признало ее существование только в 2013 году. Зона засекречена, над ней запрещено воздушное сообщение. Предположительно, там проводят испытания военных аппаратов, а также экспериментальные проекты. Все это создает вокруг зоны массу слухов. Сторонники теорию заговора верят, что ее используют для исследований НЛО. Особую популярность мистическому месту принес ранее упомянутый сериал «Х-файлы», где неоднократно возникают секретные базы с инопланетянами. Существуют такие гипотезы, по которым контакты с НЛО увязывают с идеями о существовании так называемых параллельных миров. Этими гипотезами пытаются объяснить наблюдающуюся способность неопознанных летающих объектов исчезать или появляться. Также способность существ, чье появление связывается НЛО, проходить сквозь стены. Еще одна похожая на предыдущую гипотеза говорит, что НЛО являются машинами времени, управляемыми людьми будущего или прошлого. Этой гипотезой можно объяснить поведение НЛО, которое при желании можно истолковать как опасение вступать в контакты с людьми, в случае внезапного появления и исчезновения объектов на глазах у очевидцев. Однако всегда остается вопрос, а кому выгодно показывать людям фильмы и телепередачи про НЛО, писать про них книги и создавать правительственные отчеты? Быть может, все дело в банальном заработке на популярной теме, а может вопрос в чем-то другом. В 2008 году появился фильм «Заговор Ориона». Если вкратце, то сюжет повествует о том, что 70% так называемых неопознанных летающих объектов построены людьми и не имеют никакого отношения к инопланетянам. По окончании Второй мировой войны нацистскими технологиями, которые те добыли в результате исследований найденных технологий древних, высоко развитых цивилизаций, завладели частично американцы, а частично русские. И те, и другие прилагали максимум усилий для совершенствования и практического использования этих разработок в условиях строжайшей секретности. Построенные США и Россией так называемые «неопознанные» летающие объекты могут быть использованы для инсценирования нападения инопланетян на нашу планету. Об остальном позаботятся средства массовой информации. С какой целью? Когда развеется миф об угрозе со стороны международного терроризма, ориентированный на войну для укрепления экономик сверхдержав и, прежде всего, США, для дальнейшего процветания потребуется новый образ врага. Война на Земле сменится войной в космосе против инопланетных агрессоров. Правда это всё или вымысел каждый решает для себя сам. Важно только понимать, что всякому событию в первую очередь необходимо искать научное подтверждение. Метеорологические явления, военные испытания или банальная усталость – всё это так или иначе может удивить неподготовленного человека. Поэтому-то и необходимо читать хорошие книги и развивать себя как личность, чтобы в случае чего-то необычного знать, как себя повести. Возможно, тогда для контакта пришельцы выберут именно вас. Это иронично и немного странно, но знание не всегда приносит понимание. К примеру, ранние люди думали, что плоская Земля покоится на трёх китах, стоящих на огромной черепахе. С появлением телескопов и более того науки астрономии стало понятно, что мы живём на планете, имеющей форму геоида. Но, как это ни парадоксально звучит, большое количество знаний приносит большое количество вопросов. Если раньше молнию можно было объяснить прихотью бога Зевса, то теперь доказано, что это физическое явление, возникающее в результате большого статического заряда в атмосфере. И появляется целая череда новых вопросов, что влияет на это явление, как оно происходит и в других, также и с Вселенной, которая находится вокруг нас. Учёные до сих пор не знают, из чего она состоит, а развивают различные теории на этот счёт. Одной из самых распространённых и интересных является теория тёмной материи. Это специальный термин, обозначающий вещество, не участвующее в электромагнитном воздействии. Интересно то, что из-за этого материя недоступна для прямого наблюдения, а значит, нет прямых доказательств её существования. Но есть косвенные факторы, указывающие на наличие тёмной материи в космосе. Учёные открыли этот термин для того, чтобы объяснить проблему скрытой массы в эффектах аномально высокой скорости вращения внешних областей галактик. Согласно этой теории, тёмная материя занимает около 25% всей Вселенной. А в сочетании с тёмной энергией этот показатель доходит до 95%. Для сравнения, обычная материя, которую мы привыкли видеть каждый день, занимает всего около 5% массы. Впрочем, это не единственные тайны и удивительные открытия, которые хранит тёмная материя. Особенности тёмной материи Тёмная материя – одно из самых загадочных и в то же время самых распространённых веществ во Вселенной. Да, учёные не могут её видеть, но могут изучать. Мы можем сказать, что тёмная материя существует, и даже сделать выводы о некоторых её свойствах, наблюдая, как она влияет на материю и свет, которые мы можем наблюдать, особенно в крупномасштабных астрофизических средах. Но тот факт, что тёмная материя до сих пор ускользает от прямого лабораторного обнаружения, означает, что ряд её свойств остаётся открытым вопросом. Пока известно, что тёмная материя должна быть холодной по своей природе. Теоретически, любая до сих пор неоткрытая частица, ответственная за тёмную материю, может иметь любую массу. Более того, она могла быть создана, двигаясь быстро или медленно, или не двигаясь вообще, относительно скорости света. Но если тёмная материя перемещается быстро, её свойства подавят образование структуры в малых масштабах, что приведёт к структурам, отличным от того, что мы можем наблюдать. В частности, у нас есть три линии наблюдательных свидетельств, которые ограничивают температуру тёмной материи, гравитационное линзование квазаров, особенности поглощения света далёких объектов и приливные потоки энергии в окрестностях Млечного Пути. Все три косвенных свидетельства говорят об одном и том же. Тёмная материя должна быть либо достаточно тяжёлой, либо рождена медленной. Другими словами, тёмная материя должна была быть холодной даже на самых ранних этапах существования Вселенной, а не горячей или тёплой. Тёмная материя является инертной. Согласно выводам учёных, она не должна сильно взаимодействовать сама с собой, со светом или с нормальной материей. Нет сомнения в том, что если тёмная материя существует, то в молодой Вселенной должен был существовать путь для её создания. Однако каким бы ни был этот путь, эти взаимодействия больше не происходят и не происходили в большом количестве и в течение очень долгого времени. Эксперименты по прямому обнаружению не выявили тёмной материи, что ограничивает её возможную массу и поперечное сечение. Она не поглощает и не размывает далёкий звёздный свет, а значит, это взаимодействие ограничено. Она не аннигилирует самим собой выше определённого порога, иначе в центрах галактик был бы виден большой и диффузный сигнал гамма-излучения. Фактически, это на 100% соответствует отсутствию взаимодействия с помощью любого из известных механизмов. Если мы надеемся обнаружить тёмную материю напрямую, нам придётся раздвинуть наши пределы познания ещё больше, и даже в этом случае нет гарантии того, что мы получим дополнительные знания. Кроме того, эффекты тёмной материи преобладают в малых и самых маленьких галактиках. Это немного парадоксально, но подтверждено наблюдениями практически везде, куда бы не обратили внимание учёные. Согласно законам гравитации, все формы материи рассматриваются одинаково. Но другие силы, такие как ядерные и электромагнитные, действуют только на нормальную материю. Когда в галактике происходит большая вспышка и образуется новая звезда, всё это излучение просто проходит через тёмную материю, но может также сталкиваться с нормальной материей и поглощаться ею. Это означает, что если общая масса галактики достаточно мала, эта нормальная материя может быть вытеснена интенсивными вспышками при образовании звезды. Чем меньше по массе галактика, тем большее количество нормальной материи будет вытеснено, в то время как вся тёмная материя останется. Наиболее яркие примеры — карликовые галактики Сегуэ-1 и Сегуэ-3. Это соседи Млечного Пути. Содержат всего несколько сотен звезд, но имеющие в целом около 600 тысяч солнечных масс. Отношение тёмной материи к массе нормального вещества здесь составляет примерно 1000 к 1, в отличие от 5 к 1 в большинстве крупномасштабных структур. Тёмная материя вызывает гравитационные эффекты в местах, где нет нормальной материи. Это одно из самых убедительных доказательств того, что тёмная материя не может быть просто нормальной материей. Когда две группы или скопления галактик сталкиваются, межгалактический газ и плазма сталкиваются и нагреваются, испуская рентгеновское излучение. Но сигнал от массы, полученный в результате гравитационного линзирования, показывает, что большая часть массы находится в другом месте. Основной вывод состоит в том, что некая новая форма материи, тёмная материя, должна составлять большую часть массы Вселенной. Тайны тёмной материи Несмотря на наличие определённых знаний о тёмной материи, секретов у этого вещества гораздо больше. И как не стараются учёные, пока ещё остаётся огромное количество интригующих тайн. К примеру, мы не знаем, какие частицы ответственны за тёмную материю, и даже частицы ли это вообще. Мы знаем только, что тёмная материя существует, что она не взаимодействует с самой собой, нормальной материей или излучением, и что она холодная. Но мы не знаем, какими свойствами он обладает на самом деле. Тёмная материя может быть любой, ведь все наши усилия по непосредственному обнаружению частицы или поля тёмной материи ни к чему не привели. Мы видим его астрофизические эффекты косвенно, и это очевидное доказательство. Но реальные частицы до сих пор не были обнаружены. Тёмная материя может быть однородной или неоднородной. И это влечёт за собой целый ряд интересных вопросов. К примеру, существуют ли там тёмные атомы, тёмные молекулы или даже более крупные структуры, состоящие исключительно из тёмной материи? Возможно, существует целая тёмная Вселенная? Возможно, даже включая какую-то тёмную периодическую таблицу, состоящую из нескольких различных типов тёмных частиц, которые взаимодействуют друг с другом, но по своим физическим законам. Выводы. Впрочем, на данный момент учёные уже успели получить определённые знания и систематизировать их. Тёмная материя везде вокруг нас. Это название, которое мы уже дали неведомой массе во Вселенной, которая остаётся невидимой, а её очень много. Исследования показывают, что около 70% Вселенной состоит из тёмной энергии, а остальные 25% состоят из загадочного вещества, известного как тёмная материя. Мы этого не видим, мы этого не понимаем, но мы знаем, что это где-то там. Она совершенно незаметна. Тёмную материю действительно трудно изучать, потому что у нас нет возможности её увидеть. Это странное вещество не взаимодействует со светом, поэтому совершенно невидимо. Но как мы понимаем, что она существует? Всё просто. Потому что тёмная материя косвенно влияет на Вселенную вокруг нас, создавая гравитационные и прочие аномалии. Тёмная материя связывает галактики вместе. Да, тёмную материю нельзя увидеть, но её можно почувствовать из-за её мощного воздействия на космос. Тёмная материя оказывает гравитационную силу, что означает, что она притягивает к себе другую материю. А между тем, её так много, что гравитационной силы достаточно, чтобы удержать вместе целые галактики, такие как наш Млечный Путь. Вот почему тёмную материю часто сравнивают с гигантской паутиной, объединяющей галактики на месте. Она искажает внешний вид пространства. Мы также можем увидеть эффекты тёмной материи, просто посмотрев на небо. Когда астрономы наблюдают далёкие галактики, они часто кажутся вытянутыми и имеют странную форму. Этот эффект известен как гравитационное линзирование и вызван гравитационной силой тёмной материи. Эта сила настолько велика, что физически искривляет свет вокруг галактик, искажая их внешний вид. Учёные создали карты тёмной материи. Учёные смогли собрать воедино карты космоса, указывая, где, по их мнению, скрывается тёмная материя. Изучая реликтовую радиацию, оставшуюся после Большого взрыва, учёные могут определить области в космосе, где существует больше радиации. И чем больше радиации, тем больше материи. Таким образом, мы можем идентифицировать горячие точки, где могут быть сконцентрированы более высокие уровни тёмной материи. Мы не знаем, из чего состоит тёмная материя. Большинство учёных считают, что тёмная материя — это какая-то уникальная частица. Мы уже знаем о фотонах, электронах, кварках и многих других частицах. Но, может быть, много других, ожидающих своего открытия. Одна или несколько из этих неопознанных частиц могут быть ответственны за эффекты, такие как гравитационное линзирование и паутина, которые мы связываем с тёмной материей. Тёмной материи может и не существовать. Забавно, но тёмная материя может быть не открытой частицей или вообще ничем. Некоторые учёные считают, что эффекты, которые мы связываем с тёмной материей, на самом деле вызваны гравитацией. Возможно, наша существующая теория гравитации ошибочна, и эффекты, которые мы приписываем тёмной материи, могут быть просто причудой гравитации, которую мы ещё не понимаем. Космические корабли охотятся за знаками. Так тёмная материя — частица или следствие гравитации? Мы этого пока не знаем, и необходимы дополнительные исследования, прежде чем какая-либо теория будет доказана верной или ложной. Если частицы тёмной материи существуют, то они должны время от времени сталкиваться друг с другом, взаимодействие которое производит излучение. И поэтому космические корабли были оснащены передовыми детекторами для поиска признаков этого излучения. Появились некоторые интересные результаты, но поиск веских доказательств всё ещё продолжается. В некоторых странах лаборатории тёмной материи спрятаны глубоко под землёй. Если когда-либо будут найдены неопровержимые доказательства существования тёмной материи, они будут проявляться в виде очень маленьких эффектов. Интересно то, что, чтобы обнаружить эти крошечные сигналы, учёные создали лаборатории тёмной материи глубоко под землёй, вдали от воздействия подавляющего фонового шума. К примеру, в Великобритании есть подземная лаборатория Боулби – лаборатория тёмной материи в северном Йоркшире, расположенная на глубине более тысячи метров под поверхностью земли. И другие подобные объекты существуют по всему миру – от Канады до Австралии. Мы приближаемся к истине о тёмной материи. Когда дело доходит до тёмной материи, мы ещё много не знаем, и некоторые загадки, возможно, никогда не будут раскрыты. Но по мере развития технологий мы приближаемся к истине. Тёмная материя может быть сложной, неуловимой и загадочной. Но учёные всего мира продолжат охоту. И то, что они обнаружат, может в конечном итоге изменить само наше представление о космосе. Трудно переоценить вклад, который привнёс Альберт Эйнштейн, в увеличение объёма современных знаний. Открытая им теория относительности затронула многие отрасли науки, и благодаря её переосмыслению количество новых теорий и открытий продолжает расти. Так, с помощью первого точного решения уравнения гравитационного поля, лежащего в основе общей теории относительности, немецкий астроном и физик Карл Шварцшельд предсказал теоретическую возможность существования областей пространства-времени, где известные законы физики работают не так, как мы к этому привыкли. А вернее, они не работают там вовсе. Позднее эти области стали называть чёрными дырами. Так что же такое чёрная дыра и какие тайны она в себе скрывает? Давайте узнаем. Массивная звезда, израсходовавшая всё топливо, может превратиться именно в тот тип сверхплотной материи, который необходим для возникновения этого искривлённого участка Вселенной. Звезда, схлопывающаяся под собственной тяжестью, увлекает за собой пространственно-временной континиум вокруг себя. Гравитационное поле становится настолько сильным, что даже свет больше не может из него вырваться. В результате область, в которой ранее находилась звезда, становится абсолютно чёрной. Это и есть чёрная дыра. Условно, в строении чёрной дыры можно выделить внешнюю и внутреннюю её часть. Внешняя поверхность чёрной дыры называется горизонтом событий. Это сферическая граница, на которой достигается баланс между силой гравитационного поля и усилиями света, пытающегося покинуть чёрную дыру. Если пересечь горизонт событий, вырваться будет уже невозможно. Однако один учёный обнаружил, что горизонт событий лучицы энергии. Благодаря квантовым эффектам на нём возникают потоки горячих частиц, излучаемых во Вселенную. Это явление называется излучением Хокинга, в честь описавшего его британского физико-теоретика Стивена Хокинга. Несмотря на то, что материя не может вырваться за пределы горизонта событий, чёрная дыра, тем не менее, испаряется, и со временем она окончательно потеряет свою массу и исчезнет. Но эта интенсивность ничтожно мала для астрономических чёрных дыр. Даже если мы предположим, что поток вещества и излучения на чёрной дыру, скажем, массой в 10 солнечных масс отсутствует, время её квантового распада чудовищно велико. Оно превосходит время существования нашей Вселенной более чем на 65 порядков. Это означает, что такие и более массивные чёрные дыры практически вечны. Для полного распада за время жизни Вселенной масса чёрной дыры должна быть меньше миллиарда тонн. Хотя такие дыры теоретически возможны, нет ни одного наблюдения, указывающего на их существование. В конце января 2014 года на сайте архив.орг появился препринт работы Стивена Хокинга, в которой тот предположил отказаться от понятия горизонта событий – формальной границы чёрной дыры, существование которой предсказывается в рамках теории относительности. Сделано это было для того, чтобы решить так называемую проблему фаервола или стены огня, возникающую на стыке квантовой механики и теории относительности. Фаервол чёрной дыры – это гипотетическое явление, при котором наблюдатель, который попадает в чёрную дыру, встречает высокоэнергетические кванты возле горизонта событий. И проблема здесь заключается в том, что мы не можем точно сказать, что произойдёт, если кто-то из нас перешагнёт за этот горизонт событий. Будет ли информация о нас утеряна навсегда, что противоречит квантовой теории, либо сторонний наблюдатель всё-таки получит какие-то данные о нашем состоянии и тем самым нарушит физические законы, по которым ничто не может вырваться за пределы горизонта событий. Поэтому горизонт событий предлагалось заменить так называемым «видимым горизонтом». Идея Хокинга отказаться от горизонта в пользу видимого горизонта не является новой и предлагалась раньше учёными из разных стран. Это в очередной раз свидетельствует, что чёрные дыры по-прежнему таят в себе множество ответов, способных объяснить их природу, а современные теории нуждаются в доработке. Известно также, что чёрная дыра излучает ещё и как нагретое тело, поэтому неудивительно, что для описания её свойств разумно использовать термодинамику. Если есть температура, то объект должен иметь определённую энтропию. Идею об энтропии чёрной дыры предложил физик Яков Бакенштейн в 1972 году, ещё до открытия Хокингом квантового излучения. Проблема состоит в том, что эта энтропия чудовищно велика. Достаточно сказать, что энтропия только одной чёрной дыры в центре нашей галактики превосходит энтропию всего вещества и излучения видимой Вселенной. Стоит отметить, что гигантские чёрные дыры по современным представлениям образуют ядра большинства галактик. В их число входит и массивная чёрная дыра в ядре нашей галактики — Стрелец А, являющаяся ближайшей к Солнцу сверхмассивной чёрной дырой, расположенной в 26 тысячах световых лет от нас. В настоящее время существование чёрных дыр звёздных и галактических масштабов считается большинством учёных надёжно доказанными астрономическими наблюдениями. Существует несколько подходов, предполагающих объяснение природы энтропии чёрных дыр. Наиболее продвинутый подход основан на теории струн. Альтернативный метод использует так называемую петлевую теорию гравитации. Но петлевая теория гравитации имеет ряд нерешённых проблем и поэтому пока не получила широкого распространения. Чтобы петлевая квантовая гравитация не противоречила специальной теории относительности, в ней необходимо ввести взаимодействия, которые похожи на рассматриваемые в теории струн. А вот в самой теории струн уже было установлено, что чёрные дыры имеют поверхность, и эта структура называется пушистым клубком. Сама поверхность не засасывается в отверстия объектов, потому что с дополнительными измерениями, присутствующими в теории струн, в пространстве времени возникает новая топология. В новой топологии пространство-время заканчиваются в непосредственной близости от места, где был бы образован горизонт. Поэтому не существует никакого внутри, куда могла бы попасть поверхность. Но, опять-таки, всё это лишь теория. И вот здесь мы подходим к одному из главнейших вопросов, занимающих умы как учёных, так и простых обывателей. Что произойдёт с вами, если вы попадёте в чёрную дыру? Может быть, вы думаете, что вас раздавит или, наоборот, разорвёт на клочки, но в действительности всё гораздо страннее. В тот момент, когда вы попадаете в чёрную дыру, реальность разделится надвое. В одной реальности вас мгновенно испепелит, в другой же вы нырнёте вглубь чёрной дыры живым и невредимым. Внутри чёрной дыры не действуют привычные нам законы физики. Согласно Альберту Эйнштейну, гравитация искривляет пространство. Таким образом, при наличии объекта достаточной плотности, пространственно-временной континуум вокруг него может деформироваться настолько, что в самой реальности образуется прореха. По мере продвижения вглубь пространство-время продолжает искривляться, и в центре становится бесконечно искривлённым. Эта точка известна как гравитационная сингулярность. Пространство и время в ней перестаёт иметь какое-либо значение, а все известные нам законы физики, для описания которых необходимы эти два понятия больше, не действуют. Никто не знает, что именно ждёт человека, попавшего в центр чёрной дыры. Иная вселенная? Забвение? Задняя стенка книжного шкафа, как в американском научно-фантастическом фильме «Интерстеллар» — это загадка. Давайте порассуждаем на вашем примере о том, что произойдёт, если случайно попасть в чёрную дыру. В этом эксперименте вам поможет внешний наблюдатель. Например, ваш лучший друг. Итак, друг, находящийся на безопасном расстоянии, будет видеть, что по мере вашего приближения к горизонту событий, вы вытягиваетесь в длину и сужаетесь в ширину. Кроме того, чем ближе вы будете подлетать к горизонту событий, тем больше ему будет казаться, что ваша скорость падает. Когда вы достигнете горизонта событий, то с точки зрения вашего друга замрёте на месте, как если бы кто-то поставил воспроизведение на паузу. Вы останетесь в неподвижности, растянутом по поверхности горизонта событий, и вас начнёт охватывать всё возрастающий жар излучения Хокинга. Прежде чем вы пересечёте горизонт событий и углубитесь в недра чёрной дыры, от вас останется один лишь пепел. Но давайте посмотрим на эту ужасную сцену с вашей точки зрения. А с вашей точки зрения будет происходить нечто ещё более странное, то есть ровным счётом ничего особенного. Вы летите прямиком в одну из самых зловещих точек Вселенной, не испытывая при этом ни малейшей тряски, не говоря уже о растяжении пространства, замедлении времени или жаре излучения. Всё потому, что вы находитесь в состоянии свободного падения, и поэтому не чувствуете своего веса. Именно это Эйнштейн назвал самой удачной идеей своей жизни. Действительно, горизонт событий — это не кирпичная стена в космосе, а явление, обусловленное точкой зрения наблюдавшего. Наблюдатель, остающийся снаружи чёрной дыры, не может заглянуть внутрь сквозь горизонт событий. Но это его проблема, а не ваша. С вашей точки зрения никакого горизонта не существует. Если бы размеры нашей чёрной дыры были меньше, вы и правда столкнулись бы с проблемой. Гравитация действовала бы на ваше тело неравномерно и вас вытянула бы в макаронину. Но, по счастью для вас, наша чёрная дыра велика. Она в миллионы раз массивнее Солнца. Чёрные дыры искривляют пространственно-временной континуум до такой степени, что внутри горизонта событий время и пространство меняются местами. В каком-то смысле вас влечёт в сингулярность не пространство, а время. Вы не можете вернуться назад и выбраться из чёрной дыры, точно так же, как никто из нас не способен на путешествие в прошлое. Итак, законы физики хотят, чтобы вы одновременно находились снаружи чёрной дыры в виде горстки пепла и внутри неё в целости и сохранности. И ещё один немаловажный момент. Согласно общим принципам квантовой механики, информацию нельзя клонировать. Вам нужно находиться в двух местах одновременно, но при этом лишь в одном экземпляре. Такое парадоксальное явление физики называют термином «исчезновение информации в чёрной дыре». По счастью, в 90-х годах учёным удалось этот парадокс разрешить. Американский физик Леонард Зюскенд понял, что никакого парадокса на самом деле нет, поскольку никто не увидит вашего клонирования. Ваш друг будет наблюдать за одним вашим экземпляром, а вы за другим. Таким образом, реальность зависит от наблюдателя. Существует реальность с точки зрения вашего товарища и реальность с вашей точки зрения. Вот и всё. Почти всё. Летом 2012 года физики Ахмед Аль-Мхеири, Дональд Марлф, Джо Полчинский и Джеймс Салли, коллективно известные под английской аббревиатурой из первых букв своих фамилий как AMPS, предложили мысленный эксперимент, который грозил перевернуть наше представление о чёрных дырах. По словам учёных, разрешение противоречия, предложенное Зюскендом, основывается на том, что разногласие в оценке происходящего между вами и вашим лучшим другом опосредовано горизонтом событий. Неважно, действительно ли друг видел, как один из двух ваших экземпляров погиб в огне излучения Хокинга, поскольку горизонт событий не давал ему увидеть ваш второй экземпляр, улетающий вглубь чёрной дыры. Но что, если бы у друга имелся способ узнать, что происходит по ту сторону горизонта событий, не пересекая его? Общая теория относительности говорит нам, что это невозможно, но квантовая механика слегка размывает жёсткие правила. Ваш друг мог бы одним глазком заглянуть за горизонт событий при помощи того, что Эйнштейн называл жутким дальнодействием. Речь идёт о квантовой запутанности, явление, при котором квантовые состояния двух или более частиц, разделенных пространством, загадочным образом оказываются взаимозависимыми. Эти частицы теперь формируют единое и неделимое целое, а информация, необходимая для описания этого целого, заключена не в той или иной частице, а во взаимосвязи между ними. Идея, выдвинутая АМПС, звучит следующим образом. Предположим, ваш друг берёт частицу поблизости от горизонта событий, назовём её частицей А. Если его версия произошедшего с вами соответствует действительности, то есть вас убило излучение Хокинга с внешней стороны чёрной дыры, значит, частица А должна быть взаимосвязана с другой частицей В, которая также должна находиться с внешней стороны горизонта событий. Если действительности соответствует ваше видение событий, и вы живы-здоровы с внутренней стороны, тогда частица А должна быть взаимосвязана с частицей С, находящейся где-то внутри чёрной дыры. Прелесть этой теории заключается в том, что каждая из частиц может быть взаимосвязана только с одной другой частицей. Это значит, что частица А связана или с частицей В, или с частицей С, но не с обеими одновременно. Так что же всё-таки произойдёт с вами внутри чёрной дыры? Определить, с какой именно другой частицей взаимосвязана частица А чрезвычайно трудно. Физики Дэниел Харлоу из Принстонского университета в Нью-Джерси и Патрик Хайден, который сейчас работает в Калифорнийском Стэнфордском университете в Калифорнии, задались вопросом, сколько на это потребуется времени. В 2013 году они подсчитали, что даже при помощи наибыстрейшего компьютера, который возможно создать в соответствии с физическими законами, вашему другу потребовалось бы чрезвычайно много времени на то, чтобы расшифровать взаимосвязь между частицами. Настолько много, что к тому моменту, как он получит ответ, чёрная дыра давным-давно испарится. Если это так, вероятно, вашему другу просто не суждено когда-либо узнать, чья точка зрения соответствует действительности. В этом случае обе истории останутся одновременно правдивыми. Реальность, зависящая от наблюдателя, и ни один из законов физики не будет нарушен. Два физико-теоретика Хуан Мальдасена и Леонард Саскенд предположили, что частицы в запутанном квантовом состоянии соединены крошечными кротовыми норами, некими туннелями в пространстве. А это уже совсем другой уровень теории. Так что, как мы видим, связь между сверхсложными вычислениями, на которые ваш наблюдатель, по всей видимости, не способен, и пространственно-временным континиумом может натолкнуть физиков на какие-то новые теоретические открытия. И, кстати, 10 апреля 2019 года Национальный научный фонд США впервые показал фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Месьер 87, расположенной на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Изображение получили благодаря проекту Event Horizon Telescope, который включает в себя 8 радиотелескопов, расположенных по всему земному шару. Полученная картинка подтверждает существование горизонта событий, то есть подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна, заявил один из руководителей проекта Лучано Реццолло. В апреле 2020 года ученые получили самое подробное изображение струи плазмы, вырывающегося из центра сверхмассивной черной дыры. Таким образом, черные дыры — не просто опасные объекты на пути межзвездных экспедиций, но и теоретические лаборатории, в которых мельчайшие вариации в физических законах вырастают до таких размеров, что ими уже невозможно пренебречь. Возможно, в будущем ученые смогут более точно ответить на вопрос, что же такое черные дыры, и есть ли какой-нибудь другой способ исследования их внутренней структуры, если такая структура вообще существует.